В середине августа в Нижегородской области в рамках международных армейских игр прошли соревнования военных инженеров «Безопасный маршрут». В числе главных гостей мероприятия были священнослужители Нижегородской епархии. Им выпала честь участвовать в награждении победителей соревнования. Перед вами свое мастерство. В соревнованиях военных инженеров приняли участие команды из четырех стран – России, Белоруссии, Египта и Китая. На полигоне подготовили сложный маршрут. Расчетам предстояло преодолеть брод, заминированный участок, противотанковый ров и лесной завал. Неотъемлемой частью таких соревнований является передвижная армейская часовня. При ней несет послушание священник, регулярно проводится богослужение. «Обращаются военнослужащие за советом священника, за благословением, за поддержкой духовной. Поэтому очень важно, конечно, присутствие духовенства. И такая возможность, когда сейчас в поле развертывается походный храм войсковой, это место, где человек может и исправиться, и помолиться, уединиться, пообщаться с Богом». В этот день зрители не разделяли команды на своих и чужих. Поддержка трибун подчас заглушала звуки выстрелов и взрывов. По разным подсчетам, военный полигон Подкстова посетило около тысячи человек. Исян учится в одном из нижегородских вузов. Он приехал на соревнования, чтобы поддержать команду из Поднебесной. «Я студент в России, пока учусь здесь, в Нижнем Новгороде. Когда узнал, сразу хотел, чтобы задержать свою команду. Вообще военные техники, все замечательно, и у нас тоже хорошие». Победителем соревнований стал расчет военных инженеров из России. Они преодолели препятствия меньше, чем за 22 минуты. Почетные награды команде вручил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. «Конечно, такого рода масштабные учения, которые очень близко организованы к боевым условиям, они очень важны. И самое главное, что здесь, кроме боевой выучки, смекалки, инженерной подготовки, еще и дружба выразляется между нашими странами, между нашими армией. Они узнают друг друга. И, конечно, это залог стабильности, залог того, что мы все будем стоять на страже мира в вашем мире».